Добрый день, друзья! Мы рады, что наш урок заинтересовал вас. И мы приступаем ко второй части урока фотоманипуляции «Веселый викинг», где вы узнаете, как добавить эффект горящего огня и летящих искр на изображение. Также вас ждет много цветокоррекции и тонировки. А для работы во второй части нам понадобятся вот эти плагины. Итак, начинаем. И начинаем мы с добавления огня на нашу картину. Переместили изображение огня. Правой кнопкой вызвали панель и преобразовали данное изображение в смарт-объект. Уменьшили и разместили огонь в нижней части холста. Далее переведем это изображение в режим «Скрин», то есть «Экран». Ctrl-T вызываем трансформацию и трансформируем огонь, как нам нужно. Создаем новый слой «Режим наложения экран» и подбираем цвет. Оранжево-красноватый, яркий такой. И делаем отблески от костра на камнях. А также нарисуем эти красноватые отблески на самом «Викинге». Переходим на самый верхний слой, идем в корректирующие слои. И корректирующие слои включаем цветовой тон «Насыщенность». Уводим в темноту, яркостный ползунок, насыщенность прибавляем и в цветах немного добавляем синего. Еще более. Делаем темную ночную атмосферу на нашей картине. И сейчас по маске передний план мы проявим. Следующий корректирующий слой «Карта градиента». Нажимаем на треугольничек сбоку справа и выбираем вот такой оранжево-фиолетовый градиент. Режим наложения на мягкий свет меняем, регулируем непрозрачность. Также еще на нижнем слое цветовой тон «Насыщенность» тоже отрегулируем непрозрачность. Откроем непосредственно сам градиент и подберем не такой фиолетовый оттенок. в градиенте, а более синеватый возьмем. Встанем над слоем с огнем и сделаем новый слой. Режим наложения поставим перекрытие и добавим яркости и цвета огню. Непрозрачность убавим и все-таки режим наложения этого слоя пустого с цветом огня мы поменяем. Теперь встанем на слой с поиском цвета, который у нас был корректирующий слой. Выделим нашу лодку и по маске прорисуем светлые места. Музыка. 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 Вот, друзья, займемся викингом. Сделаем пустой слой над викингом, прикрепим его стрелочкой, зажав альт между слоями, чтобы появилась стрелочка, вы это помните. Возьмем мягкую круглую кисточку, очень небольшую непрозрачность, нажим в данном случае мы регулируем. И мы сейчас будем вписывать викинга в фон. Сделаем пипеткой, зажав альт, при выбранной кисти, зажав альт, у нас берется образец цветов с фона, мы закрашиваем края. Просто берем образец цвета с фона и закрашиваем, заходя на самого мужчину. Тем самым мы вписываем наш объект в фон. Сделали новый слой над камнями и в режиме наложения-умножения закрасили за викингом белую полоску на камнях. Возвращаемся на тот слой, где мы занимались вписыванием объекта и продолжаем вписывать викинга уже с другой стороны, со стороны света. Отрегулируем непрозрачность и смотрим, какой эффект нам дало это вписывание. Два раза кликнем по слою с викингом, вызовем панельку стилей слоев и с помощью внешнего свечения мы сделаем такое контурное свечение от огня на викинге. Делаем настройки. Подбираем цвет. Нужен более красноватый. Еще более оранжевый. В красный оттенок больше уводим. И правой кнопкой нажимаем на появившиеся стили слоя и ставим отдельными слоями это свечение. Закрываем черной маской и сейчас белой кисточкой будем проявлять только на краях. Продублируем еще раз этот слой со свечением на краях, чтобы еще более усилить его. Новый слой сделаем еще один пустой. Опять же таки прикрепим его к викингу. Линейный осветлитель режим наложения. Совсем небольшая непрозрачность кисточки. Тот же самый оранжевый цвет и сделаем отблески оранжевые на участках одежды и тела мужчины, которые повернуты к огню. Еще один немного повыше сделаем пустой слой. Тот же самый режим наложения линейный осветлитель. И только теперь этой же оранжевой кисточкой прорисуем небольшие отблески от огня на камнях. Ну и также немного продолжим дорисовывать на викинге. Ну и смотрим результаты нашей работы. Еще немного поработаем с искрами, продублируем этот слой. Режим наложения поменяем и немного трансформируем. И краешки на маске сейчас, которые отчетливо видно, вытрем. Постепенно приближаемся к финалу. Я сделала композитный слой. Удалила все слои, кроме вырезанных главных объектов. Море, лодка, камни и викинг. Видно, да? Зайдем в изображение и сделаем дубликат изображения. Галочку обязательно ставим, чтобы без слоев у нас изображение получилось. Переведем в режим лап и поработаем с кривыми. Также здесь делаем композитный слой. Сочетанием этих клавиш мы выделяем, копируем и переносим, вставляем это изображение в нашу рабочую картинку. Сразу же еще делаем дубликат нашего изображения. Также ставим галочку на объединение слоев. Теперь мы будем делать тонирование HDR. Переносим в нашу лап и переносим. Закрываем черной маской и местами белой кисточкой будем проявлять эту тонированную картинку. С этой HDR картинки мы проявили с вами света. И сейчас делаем корректирующий слой яркость-контрастность. Яркость уберем, закроем черным цветом маску этого корректирующего слоя и белой кисточкой прорисуем тени. Смотрим результаты наших последних действий. Сделаем композитный слой всех слоев и будем следующими действиями добавлять птиц. Откроем изображение с птицами, лассы выделяем, птиц какие нам нужны и размещаем их на нашей картине. Сделаем композитный слой, воспользовавшись фильтром размытия диафрагмы. Мы с вами создадим иллюзию глубины резкости на нашей картине. Включим маску на этот слой и уберем размытие с переднего плана. А особенно полностью его уберем с викинга, воспользовавшись тем, что у нас викинг на отдельном слое, выделим его и зальем его непосредственно выделение черным цветом на той же маске на размытом слое. Еще один композитный слой и настала очередь плагина в первый плагин. Включаем его, воспользуемся данным пресетом, нажимаем применить и отрегулируем непрозрачность. Далее, сделав композитный слой и стоя непосредственно на нем, возьмем кисточку очень светлого серого цвета. Режим наложения поменяем, обратите внимание, на кисти. Мы прорисуем глаза, а затем добавим блеска всем металлическим украшениям в одежде викинга. Субтитры создавал DimaTorzok У кисти поменяем режим наложения на перекрытие, возьмем черный цвет у кисти и еще более обозначим, детализируем глаза. А также морщинки, немного бороду и другие мелкие детали. И следующий плагин у нас на очереди. Color Effects Pro. Включаем его. Обратите внимание, каким пресетом здесь мы пользуемся. Более контрастный, яркий у нас снимок получился. Открываем. Черной маской также закроем и белым цветом местами проявим действие этого плагина. Далее поработаем с корректирующими слоями, выборочная коррекция цвета. Работаем с оттенками цветов. Сделаем композитный слой и выключим два этих корректирующих. Зайдем в камеру RAW и произведем финальную цветокоррекцию здесь. Ну вот, посмотрим до-после изображения, которое у нас пришло из камеры RAW. Эти слои с выборочной коррекцией цвета я удалю, они мне уже не нравятся. На слой из камеры RAW немножко непрозрачный сбавлю. И теперь открою корректирующий слой кривые, тени подниму вверх, цвета немножко вниз. Закрою черной маской и проявлю белой кисточкой. Этими действиями мы немного туманности еще добавим на наше изображение. А на композитный слой я включу фильтр, контурная резкость и добавлю резкости на некоторые детали. Ну что ж, друзья, вот очередной урок подошел к концу. Смотрим, что у нас было и что стало. Прошу вас, если что-то непонятно, задавать вопросы на нашем сайте в моем блоге. Я обязательно и с удовольствием на них отвечу. А сейчас всего доброго и до новых встреч, до новых интересных уроков.